Что касается этого самого СНВ-3, то там ситуация такая. Куй железо пока Обама. Обаме это все дощеннее, глубоко. Ему нужно предмонстрировать какие-то успехи в миротворчестве. Успехов у него нет ни в Афганистане, ни одно свое обещание он выполнить не может. А тут он готов на какой-то успех. И мы отжали из этого все, что могли. Больше мы отжать не могли, потому что тогда мы бы натолкнулись на не ратификацию в Конгрессе и Сенате. Уже тогда бы законодатели американские не ратифицировали бы этот договор. И сейчас нет гарантии, что он будет ратифицирован. Но мы отжали все, что могли. Фактически мы ничего не сокращаем. Мы за семь лет должны сто восемь носителей сократить. Но они у нас сами за семь лет сократятся. Ну конечно, может быть, я бы сказал, зачем вообще хоть что-то сокращать. Ну если нужно заключить договор, а в этом есть какие-то преимущества, потому что почему бы не поддержать Обаму в данном случае? А чего такого плохого его поддержать? Если он готов на уступки по отношению к нам, почему бы нам не поддерживать его? Нам нужно обязательно обострить конфронтацию. Зачем? Что мы с этого получим? Ну, может быть, какие-то отдельные группы в элите что-то получат, но страна в целом ничего не получит от обострения конфронтации. Значит, так сказать, ну такой жест поддержки Обамы. Разговор, договор мягкий, ни о чем. Да, мы не смогли зафиксировать в нем противоракетную оборону. И вот мне кажется, что до сих пор, ну может быть, не тот, кто смотрит интернет-телевидение, но средний гражданин страны не понимает, о чем вообще звук. Про что речь? И бытует такая, простите прощения за неполиткорректное выражение, кретинистическое или идиотское точка зрения. А зачем вам вообще нужны ракеты в большом количестве? Ну что, мало, вы 10 пошлете, и они полностью уничтожат Соединенные Штаты. Вам их нужно уничтожить, что там, 60 раз. А зачем? Или мир? Объясняю. Вся концепция строится не на этом. Речь вообще не идет ни о ядерной войне, а о том, как обеспечить мир. Все думают только о мире. Ядерное оружие такая странная штука, что оно, с одной стороны, представляет главную угрозу человечеству, а в другом, с другой стороны, оно стало гарантией мира на планете. Вот по факту. Отсутствие стратегической войны. Потому что все боятся, что их уничтожат до конца. Или, говоря военным языком, принесут недопустимый ущерб. Непоправимый, недопустимый, как кто говорит. Как сегодня рассматривается концепция достаточной ядерной безопасности. Необходимой и достаточной. Противник наносит, по-моему, без предупреждения, первый ядерный удар. И успевает уничтожить у вас такое-то количество зарядов. Если вы в ответном ядерном ударе можете гарантированно уничтожить противника, то вы находитесь в безопасности. Понятно? Не если вы в первом ударе можете уничтожить противника, а если вы во втором ударе, после того, как он нанес удар по вам, можете гарантированно его уничтожить, вот тогда вы находитесь в безопасности. И все расчеты идут из этого параметра. Что входит в эти расчеты? Очень многое. Какое количество наших шахт может быть уничтожено при таком или другом технологическом вооружении США? И даже если шахты будут уничтожены не ядерными зарядами, нам от этого не легче. Сколько будет послана на территории кроватых ракет? Какие другие формы воздействия на нашу боеготовность будут применены? Например, радиолокационные атаки в высшей степени или какое-нибудь супертехнологическое оружие. Сколько у нас уничтожат? Что нам нужно сделать для того, чтобы после того, как по нам ударили, мы тем не менее сохранили достаточное количество вооруженных сил для того, чтобы уничтожить противника? Тогда противник не нанесет нам удар. Это первое. Значит, если противник повышает свою боевую мощь, даже не ядерную, и может уничтожить не 80% в первом ударе, а 90%, то нам уже надо иметь больше зарядов или увеличивать степень их защищенности, что, между прочим, не так просто сделать. Вторая часть. Мы послали ответные заряды. А что противник с ними сделает? Если он их гарантированно остановит, разрушит в полете эти ракеты и так далее, то он в безопасности. И опять-таки тогда он нанесет первый удар. Значит, это фактор противоракетной обороны. Значит, первый фактор. Чем по нам будут бить сегодня и через 10 лет? Второй фактор. Какая будет противоракетная оборона? И уже из этих двух факторов сколько нам нужно ракет, чтобы по нам не ударили? А когда она нам не ударит, будет мир во всем мире. Мир, дружба, жвачка. Все будут купаться, ходить на дискотеки, смотреть прикольные фильмы, кушать мороженое, пить коктейли. И все будет это самое. Типа того и так далее. Пока там Господь Бог не обидится на человечество и не решит, что если оно хочет только пифовать, писать, какать и трахаться, то, может быть, оно и не нужно. Но это потом, шучу, как говорят в интернете. Шучу. А так все будет хорошо. Но для того, чтобы было хорошо, упаси Бог, нельзя допустить, чтобы тебя уничтожили в первом ударе. И этим заняты люди нашей скучной профессии. Они рассчитывают эту боевую гонку так, чтобы когда по тебе навернут новыми средствами, а потом ты остатками своими плюнешь в них, чтобы тебе плевок не перекрыли противоракетной обороной. Потому что когда тебя перекроют противоракетной обороной, то значит противник безопасности. И только просчитав, что он в безопасности, он по тебе ударит. Вот здесь и возникают все опасности. Мы не могли ввести в этот договор пункты о противоракетной обороне. Американцы будут продолжать ее развивать. Есть в преамбуле слова о том, что это типа нехорошо. Но и с нашей стороны есть слова, что если противоракетная оборона начнет представлять для нас угрозу, то мы выйдем из договора. Мы, вообще-то говоря, всегда можем из него выйти. Не было слов о высокотехнологическом оружии. Мы не оговариваем этот договор высокотехнологическим оружием. Мы не введем это в зачет кроватой ракеты морского базирования, как это надо было. То есть мы позволяем противнику найти щелки в этом договоре для того, чтобы придвинуться больше и больше к этой цифре своей боевой мощи, когда он нас может уничтожить так, чтобы мы не ответили. Противник еще придвинулся. Но если Соединенные Штаты будут технологически нас обгонять все больше и больше, и двигаться вперед, а мы будем ползти назад, то это неминуемо, это все равно произойдет. Есть еще одна проблема так называемого безъядерного мира. Объясняю тоже для людей, которые по этому поводу, прошу прощения за очередное некорректное выражение, писают кипятком. Так вот, объясняю. Как только мир станет безъядерным, начнется мировая война. Это первое. И второе. Соединенные Штаты получат подавляющее преимущество над всем человечеством. И наконец, третье. Этого никогда не будет. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что даже если США и Россия разоружатся догола, то ни Израиль этого не захочет сделать, ни Франция, ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, ни многие другие. Мы просто, так сказать, сняв свое безумное ядерное превосходство над другими державами мира, сделаем многополярный ядерный мир. И тогда каждый полюс долбанет по другому полюсу. Мир сдвинется в эту сторону. Сторону ядерных войн сначала малой, а потом средней интенсивности. Поэтому вот эта утопия безъядерного мира может открыть врата, как и всякие благое намерение, так сказать, в ад протоптать дорогу. Поэтому, так сказать, не надо утопий, не надо счастливых утопий, а нужно смотреть реальности в глаза и делать так, чтобы реальность не была страшной. Вот и все, о чем говорит этот договор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова